Детектива НАБУ задержали экс-нардепа Николая Мартыненко. Это произошло в центре Киева, в приемной депутата Дениса Дзензерского, где в это время находился Мартыненко. Сотрудники НАБУ караулили там полдня, чтобы вручить ему подозрения. Наконец, в полседьмого вечера вывели экс-нардепа из здания, посадили в микроавтобус и увезли в офисное бюро. Все подробности мы узнаем у нашего корреспондента Александра Васильченко. Он на связи со студией. Саш, здравствуй, расскажи, что тебе известно о задержании. Добрый вечер, Екатерина. Мы сейчас находимся возле НАБУ. Сюда уже привезли бывшего нардепа Николая Мартыненко. Об этом нам сообщили его адвокаты. Как объясняют в НАБУ, задержали экс-парламентария по факту нанесения государству материального ущерба в крупных размерах. Однако сам экс-нардеп все обвинения в его адрес опровергает. Звинувачения против меня фальсификованы за вказовкой директора НАБУ Ситника. Эта справа является политичной и не подкреплена никакими доказами. Я еще в 2015 году добровольно отказался от депутатского мандата, чтобы НАБУ переверило фейковые обвинения на мою адресу, которые тераживались за гроши. Я никуда не ховаюсь, перебывал в Украине и надав все свидетельства. Однако директор НАБУ Ситник решил пропиаритись. Он хочет переключить увагу от проваливания работы НАБУ и своей политической заангаженности. Позже появилась информация, что детективы НАБУ вручить подозрение Николаю Мартыненко не могут. Якобы тот закрылся в приемной одного из нардепов. А как известно, без специального разрешения силовики в кабинет парламентариев войти не могут по закону. Ближе к шести вечера детективам удалось задержать Мартыненко. В самом НАБУ эту информацию пока не комментируют. А вот адвокаты Мартыненко утверждают, экс-нардеп ни от кого не скрывался. Задержать его пытались с нарушением закона. И в чем обвиняют их клиента, они тоже не знают. Подозрение в совершении преступления ему не было предъявлено. Он был просто задержан, якобы потому, что он может скрываться от следствия по неизвестному пока какому делу. Никто, нигде не переховывался. Единна была затримка по войне детективов. Потому что они приехали затримать. Мы вышли и сказали, на какой основе дайте подозру. Они говорят, у нас нет подозрений. Так а что вы, хлопцы, приехали? Также, по мнению адвокатов, сегодня Мартыненко вручат подозрения. А уже завтра могут начать рассмотрение меры ему пресечения. Напомню, набора следует два дела, в которых фигурирует экс-депутат Николай Мартыненко. Его вызвали на допрос в качестве свидетеля в рамках досудебного расследования в деле по факту закупки ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат», а также по факту получения взяток при закупке на ЭК «Энергоатом» оборудования у чешской «Шкоды» «Джиэс». Пока такая информация, продолжаем следить за событиями. Екатерина. Саш, спасибо тебе за детали. Это был Александр Васильченко и сообщил подробности задержания экс-нардепа Николая Мартыненко. Продолжение следует...